Имя Николая Егорова знакомо, пожалуй, каждому жителю станицы Засовской. Здесь родился и вырос будущий политик. Здесь формировался его характер, здесь его помнят и уважают. В школе номер 15, которая носит имя Николая Егорова, торжественно открыли мемориальную доску. И это событие назвали знаменательным и значимым для засовцев, и прежде всего для молодёжи. Уважаемые ребята, помните, гордитесь. Я вам желаю быть похожими на Николая Дмитриевича Егорова. Поэтому с праздником, с таким большим, со знаменательной датой, с открытием мемориальной доски. О Николе Дмитриевиче говорить очень много можно. Почему? Потому что для станицы Засовской он сделал много. Засовская начала газификация с его помощью. Засовская расцвела с его помощью, начала жить, и люди лучше стали жить. В церемонии открытия приняла участие дочь Николая Дмитриевича. Она приехала из кровавого центра и первая возложила цветы. Эмоции и чувства в этот день понятны многим. С чувством гордости, благодарности, с чувством радости. Потому что мы прекрасно понимаем, пока люди помнят о человеке, человек жив. Он жив не только для нас, для семьи, потому что для нас это самый родной, близкий, дорогой человек. И, к сожалению, мы очень рано его потеряли. Но он памятен для людей, для которых он очень много делал. Он для них жил. Он жил, работал для того, чтобы страна становилась лучше, крепче, чтобы в 90-х она вообще сохранилась. И, конечно, это очень важно. Для нас это очень важно. Для воспитания будущего подрастающего поколения важно, потому что они должны понимать, независимо от условий, где и когда они родились, главное, чтобы у них была цель, было желание учиться, было желание работать, стремиться к той цели, которую они для себя определили и получить ее, достигнуть. Николаю Егорову не было и 46-ти, когда его жизнь оборвалась, но он вошел в историю страны как успешный политик. В начале 90-х был первым заместителем главы краевой администрации. В декабре 92-го назначен губернатором Краснодарского края. Далее министр Российской Федерации по делам национальности и региональной политики. А в ноябре 94-го назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Чечне. В 95-м – помощник президента по вопросам межнациональных отношений, а в 96-м году работал руководителем администрации президента. Затем вернулся в Краснодарский край на должность губернатора. Школьники провели исследовательскую работу, которая стала основой документального фильма о Николае Егорове. В нем воспоминания родных и односельчан. Любовь Александрова, одноклассница, тоже вспоминает о школьном товарище. Очень приятно, что меня пригласили на открытие мемориальной доски моего одноклассника Николая Дмитриевича Егорова, с которым мы проучились с 1 по 10 класс. У нас было раньше 10-летнее образование. И мы учились вот в этом здании, которое находится у нас перед глазами. Николай Дмитриевич был очень веселым, энергичным, очень справедливым, принципиальным товарищем. Дело в том, что он был у нас секретарем комсомольской организации, и я как раз в этот момент попала тоже на вступление в комсомол. И он действительно, у него были огромные организаторские способности. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА».